Поздравить семью, в которой родились сразу три богатыря, решила накануне Дня матери супруга главы Чувашей Ларисы Игнатьевы вместе с женсоветом города Чебоксары. Рождение тройняшек – событие не только для семьи, но и для города. Появление на свет тройня считается большой редкостью. Лариса Игнатьева решила вручить подарки и узнать, как чувствуют себя полуторамесячные Богдан, Вадим и Глеб. В семье Григорьевых бывали случаи рождения двойняшек. Но то, что супругам Анжелике и Валерию предстоит воспитывать тройню, стало для них большой неожиданностью. Они уверены, что судьба решила сделать тройной подарок за их долгое ожидание. Мальчики родились с разницей всего в одну минуту, и каждый из них весил не меньше двух с половиной килограммов. Пошла на УЗИ, и мне там УЗИ сообщает, девушка, вы знаете, у вас даже не двойня, а тройня. Я вообще в шоком состоянии, хорошо, что я лежала. У меня первая мысль, как мне сообщить мужу, а муж как отреагирует. Для Валерия это стало большим, но приятным сюрпризом. Теперь он не только помогает жене с малышами, но и думает, как лучше заняться их воспитанием. Отдать спортивные клубы, самбо, вольная борьба, наподобие этого. Походу посмотрим, кто на что будет способен, как себя покажет. Как заверяют молодые родители, особых хлопот с детьми нет. Они быстро набирают вес, хорошо кушают и не болеют. Но пока молодые мамы и папы не очень различают сыновей. Я их различаю по шапочке. Открою секрет. Но до сих пор я еще бирочки с роддома не сняла. Не сняла у Глеба и Вадима. Просто они так похожи, иногда даже путаем. А Богдан – это совсем другой человек, и по характеру они разные. Я думаю, это такое большое счастье. Вот мы пришли в этот дом, на самом деле. В этом доме царит любовь, радость, счастье. Вот именно в таких семьях очень приятно увидеть таких маленьких детей. Естественно, мы уверены, они вырастут такие же счастливые, здоровые, милые дети. Дай Бог им здоровье самое главное. Вот в таких семьях, именно у нас, от таких семей зависит наше будущее. Кстати, о будущем. В скором времени семье потребуется своя жилплощадь. Сейчас они живут в съемной квартире. Этот вопрос, как заверила Ирина Клементьева, не останется без внимания. Ну, мы рады, конечно, что в городе родилась тройня. И, конечно, огромное внимание оказываем этой семье. А уже при выписке мы помогли с кроватками, помогли с оснащением детской комнаты. Ну, и в преддверии Дня матери приехали сюда, чтобы вновь поддержать эту молодую семью. Самая главная проблема – это надо помочь с жилплощадью. Трое детей, конечно, это ответственность, много забот. И мы, конечно, взяли на заметку. У нас есть поддержка. Поэтому я думаю, что будет скоро и квартира у этой молодой семьи. В Чувашии особое внимание уделяется вопросам материнства и детства. За последние 20 лет рождаемость в республике превысила смертность. А количество многодетных семей выросло почти на 5%. В 2013 году политика поддержки рождаемости будет увеличена. С 1 января вводится ежемесячная выплата семьям в связи с рождением третьего и последующих детей. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика.